Сергей, позвольте с вас начать. Вот мы на сайте сегодня провели такой опрос. Вас раздражает реклама на телевидении? Как вы думаете, сколько процентов сказали «да»? Ну, я думаю, что порядка 40% должны честно сказать «да», их раздражает реклама на телевидении. 86%? Значит, я оптимист. 86% говорят «да», нас раздражает реклама на телевидении, только 14% считают иначе. А как вы думаете, почему такие вот цифры? Ну, все достаточно просто. Один из аспектов рекламы – это вызывать внимание. Соответственно, всю рекламу можно разделить, во-первых, на качественную и некачественную. И качественная реклама человека, наверное, не раздражает, некачественная реклама человека раздражает. Это тоже можно понять. Во-вторых, часто реклама возникает посреди того или иного действия, которое происходит на телевидении. Фильмы, программы, и человеку достаточно некомфортно, он не хочет переключаться со своего фильма или своей программы на рекламу. Вот поэтому тоже такой фактор раздражения. То есть такие разрывы, они создают дискомфорт? Конечно, совершенно очевидно, что прерывание – это дополнительный фактор, который вызывает раздражение рекламы. А скажите, я и Михаилу, и Игореву, у нас много некачественной рекламы? То есть вы профессионалы, да? Мы дилетанты, мы потребители, мы смотрим, как нам определить, качественная это реклама, некачественная это реклама. Я бы хотел поговорить чуть-чуть о другом, не столько качественная и некачественная. Вот вы упомянули телевизор, радио, печатную прессу, даже наружку. И вы не сказали ничего об акциях стимулирования сбыта, когда девочки стоят в магазинах и что-то предлагают покупателям. Когда люди получают рекламные письма, когда они участвуют в стимулирующих лотереях, собери три крышечки и будет тебе счастье. Ивент-маркетинг – это когда проходят какие-то события, на которые приглашаются в центральных площадях городов, какой-нибудь бренд организует мероприятие. И люди вот туда ходят с громадным удовольствием, и даже если это может быть не настолько хорошее и качественное, но все равно вот это людей не раздражает, кстати. А что их затаскивает на эти мероприятия? Понимаете, я буду рассуждать со своей колокольней, субъективной колокольней. Ну, раздает, кстати, у метро, по-моему, постоянно что-то там пытаются в руки всучить. Я вижу большие плакаты разные, да, призывающие там пойти куда-то там. Да не пойду я никуда. Ну, не надо мне это, да, мне неинтересно. Мне удовлетворяет та среда, в которой я нахожусь. Это вас эта среда удовлетворяет, потому что вас и реклама на телевизоре, наверное, не раздражает, потому что вы входите в те 14%. А вот тех, кто входит в 86% и их реклама на телевизоре раздражает, вот эти листовочки или вот такого рода мероприятия тоже не раздражают, потому что они имеют возможность туда спокойно или пойти, или не пойти. То бишь, раздражение, та индустрия, которую представляю я, скажем, это индустрия маркетинговых услуг, она у людей раздражение не вызывает, и в этом смысле, и это ее большое преимущество. Игорь, ваше следует. Ну, я бы сказал, что вопрос существенно сложнее. Еще сложнее. Качественная и некачественная реклама, конечно. Надо сказать, что в 95-м году, когда в России была основана в 94-м даже Ассоциация рекламных агентств, которая сейчас называется Ассоциацией коммуникационных агентств, мы провели такой же вопрос. Опрос, только существенно более репрезентативный, нежели проведенные радиостанции. Как вы думаете, какой процент раздражала реклама? 84%. Значит, с тех пор прошло 16 лет. Но у нас данные практически совпадают в 86-м. Да, это значит, что ваша выборка достаточно корректна, да, и аудитория довольно репрезентативна, но с 15-летним таким шагом. Реклама действительно раздражает. Раздражает не только россиян, раздражает по целому ряду причин, потому что она приходит, когда ее не звали. Она действительно властно вторгается, требует внимания в приватное жизненное пространство, в ментальное пространство. Она зачастую предлагает вещи, которые вызывают у тебя жалости и комплекс. Она довольно часто вынуждена апеллировать каким-то не столько к разуму, сколько к инстинктам. Но это базовые свойства рекламы. Ну, к эмоциям, а иногда даже к инстинктам базовым, таким, как сексуальный инстинкт или какой-то иной. И, в общем, понятно, что не всегда это все принимается с большим удовольствием. Тем не менее, мы должны понимать, что мы получаем все то, что нам нравится. Мы получаем сериалы, мы получаем спорт, мы получаем медиа, мы получаем возможность выбора. В значительной степени именно потому, что эта реклама существует. И далеко не всегда, вот если мы порассуждаем, качественная реклама или некачественная, далеко не всегда та реклама, которая нам представляется качественной, то бишь креативной, эффектной, такой неповторяемой, запоминающейся, она помогает продавать. Потому что Проктер Гэмбл, на секундочку, со своей тетей Асей, самый крупный рекламодатель в мире, который тратит по всему миру миллиарды долларов на рекламу, и уж как-нибудь в рамках этих траченных миллиардов мог бы позволить себе сделать рекламу такую шокирующую, вызывающую. Тем не менее, по всем странам мира ходят те самые тети Аси и, тупо скажу я, предлагают купить тот или иной стиральный порошок. Но именно эта реклама работает, именно на это тратятся большие деньги. Потому что существует еще одно базовое свойство рекламы, которое называется повторяемость. Реклама усваивается на седьмой раз, как утверждают психологи. Поэтому надо ее услышать как минимум семь раз, чтобы у тебя что-нибудь отложилось в мозжечке. И не случайно, если вы ищете... То есть первый раз так пролет мимо. Первый, второй, третий и даже пятый раз пролет. До некоторых, я предполагаю, не доходит даже на четырнадцатый, но в среднем семь. Вот, поэтому... Но вы считаете то, что сейчас вот все-таки российский рекламный рынок это такой цивилизованный, развитый рынок? Ну, как вам сказать? Рынок, на котором вращается 9 миллиардов долларов. Рынок, который устойчиво растет. Рынок, который пережил кризис. В общем, нельзя назвать... Болезненно пережил. Ну, как вы видите, в общем, банкротства у нас немного, да. Все на самом деле живут, всем достаточно тяжело, но индустрия демонстрирует рост. А новые сегменты, такие как интернет-реклама, или, скажем, тот сегмент относительно новой, быстро развивающейся, который представляет Михаил, это не медийная реклама, развивается опережающими темпами. То есть, с этим все нормально. И я могу сказать, что, конечно, там высот, ну, я не знаю, американских, где сотни миллиардов долларов... Вот, смотрите, я помню свой первый визит в США. Это был Сиэтл. И, в общем-то, первое, что ты делаешь, ну, после общения с родными, близкими и друзьями, да, ты врубаешься на ящик. У кого они и в Сиэтле. Ну, да. Вот я эту эмоцию свою, да, до сих пор держу, хотя уже прошло 16 лет, такого количества рекламы вообще нигде не видел. То есть, проходил буквально, причем я смотрел информационные каналы, развлекательные каналы, спортивные каналы. Не просто ее много, ее крайне много. И прерывает, вот, может быть, это, знаете, такое ощущение было ошибочное, но мне казалось, что ту программу, которую я хотел посмотреть, если ее суммировать без рекламы, то реклама будет занимать значительно большее время, хронометраж, да, нежели та программа, ради которой, собственно, и включается. То есть, по большому счету, мне представляется, что российский рынок вот еще такой маленький, по сравнению, ну, это, конечно, может быть, несравнимо вообще понятие России и Америка, да, но, тем не менее, нам еще предстоит проходить, ой, как большой период. Но я могу еще больше добавить информации. Если... Михаил Симонов, я просто для слушателей буду пояснять, кто говорит. Если в Соединенных Штатах вся медийная реклама умещается в 45%, а вот тот рынок, который представляю я, на него тратится 55% всех расходов на маркетинг. В Европе порядка 45%, в Польше порядка 40%, в России меньше 25%, соответственно, я думаю, нам еще есть, тоже есть куда расти.